Еще один вид цикла, который активно используется в языке Python, это цикл for. Цикл for, будучи циклом, позволяет делать повторяющиеся действия с последовательностью элементов. В простейшем случае это может выглядеть следующим образом. Переберем все элементы среди чисел 2, 3, 5, выведем квадрат соответствующего числа. Цикл for таким образом выглядит следующим образом. Сначала есть ключевое слово for, затем следует некая переменная, которая может принимать значение из некоторой последовательности элементов. Дальше следует ключевое слово in, и затем собственно последовательность элементов. В данном случае мы просто перечислили элементы через запятую. Дальше ставится двоеточие, и внутри цикла следует блок, там может быть одна команда, может быть несколько команд, которые будут выполняться для каждого значения из последовательности элементов. То есть как это работает? Сначала i примет значение 2, и будет выведено значение i умножить на i, то есть 2 умножить на 2, будет выведена 4. Затем на следующей итерации цикла i примет значение 3, и будет выведено значение 9. Затем цикл for часто используется вместе с функцией range, которая в простейшем случае принимает один параметр, и возвращает последовательность всех элементов от 0 до 10, в данном случае 10, не включая последний элемент. То есть range от 10 возвращает последовательность 0, 1, 2, и так далее, 9. Соответственно, если мы будем выполнять в цикле то же самое действие вывод i умножить на i, то у нас будет выведена последовательность элементов 0, 1, 4, 9, 16, 25, и так далее. Последним значением выведено будет число 81, которое является 9 умножить на 9. Посмотрим, как выглядит функция range в общем случае. Функция range возвращает последовательность чисел. В первом случае, который мы рассмотрели уже, функция range принимает один параметр, и тогда она возвращает последовательность числа от 0 до верхней границы, которую мы указываем как параметр, не включая эту самую верхнюю границу. То есть в данном случае это будут все числа от 0 до 5 с шагом 1. Функция range может принимать два параметра. Это второй случай. Тогда первый параметр это то, с чего мы начинаем идти, начиная с какого элемента. Второй параметр это то, каким элементом мы заканчиваем. Опять же этот элемент не включается. То есть range от 2 до 5 возвращает последовательность всех чисел от 2 до 5, не включая 5. И тоже элементы перебираются с шагом 1. То есть 2, 3, 4. Наконец, функция range может принимать три аргумента. Первый аргумент по-прежнему означает начальный элемент последовательности. Второй аргумент возвращает верхнюю границу, которая опять же не включается. И третий аргумент это шаг, с которым будут перебираться элементы последовательности. То есть в данном случае range 2, 5, 2, 15, 4 будет перебирать все элементы с шагом 4, начиная с двойки. И так будет идти до 15, при этом 15 не будет включаться. То есть в данном случае будут перебраны элементы 2, 6, 10, 14. Следующий элемент мог бы быть 18, но поскольку у нас верхняя граница это 15, то на 14 все заканчивается. Вообще это стандартный подход, когда в Python используется какой-то интервал, то в этом интервале левая граница всегда включается в интервал, правая граница не включается в этот интервал. Поэтому, если вы хотите перебрать числа от 0 до 5, включая, то вам нужно использовать range от 5 плюс 1. Не забывать про эту единицу, если мы хотим включить правую границу в наш интервал. Тот факт, что функция может иметь несколько параметров, 1, 2 или 3, часто записывают таким вот образом. У нас функция имеет 3 параметра, при этом параметр по умолчанию 1 равен 0, параметр по умолчанию последний равен 1. Параметр to, то есть верхняя граница нашего интервала, она обязательно, ее всегда надо указывать, она не имеет значения по умолчанию. Соответственно, если вы не указываете один из параметров, то считается, что указаны первые два. Если не указываете два, то считается, что указан только параметр to. Давайте рассмотрим пример использования цикла for. Рассмотрим на задаче, когда нам нужно вывести квадрат и звездочек. То есть, пускай нам вводит число n, это количество, длина стороны квадрата, и мы, значит, должны вывести n строчек, в каждой строчке n звездочек. Как это можно сделать? Получается, нам нужно n раз сделать одно и то же действие в этой задаче. Вывести строку, состоящую из n звездочек. Как выводить n звездочек? В принципе, мы это уже разбирали. Для этого можно использовать умножение строчки на число. Вот такое выражение, символ звездочку умножить на n. Это строка, состоящая из n звездочек. Используя это, мы можем написать следующее решение. Первым делом мы читаем число из клавиатуры, преобразуем его, читаем строку, преобразуем ее в число. И дальше мы хотим n раз повторить вывод выражения, состоящего из n звездочек. То есть мы используем цикл for и in range. Параметр range это одно число n. Таким образом можно использовать цикл for в любой ситуации, когда нам нужно повторить некое действие n раз. Мы просто используем конструкцию for и in range от n, а внутри цикла помещаем то действие или те действия, которые нужно повторять. Продолжение следует...